Ребята, добрый день! Хочу представить на Ваше рассмотрение вот такую вот небольшую программку. Это калькулятор для удобрений. Он написан в Microsoft Office в Word. Для того, эта программка у Вас работала, Вам обязательно надо будет установить Microsoft Office в 2007, либо 2003, либо 2010. Давайте рассмотрим, как устроена эта программка. У нас есть таблица. Первое, это элементы питания. Это азот, фосфор и калий. Второе, наименование удобрений. Мочевина, это азотное удобрение. Двойной суперфосфат, это фосфорное. И сульфат калия, это калийное удобрение. Содержание данного удобрения процентно, это если Вы покупаете какое-то удобрение, оно может быть в кульке, но все равно там указана процентность. Вот написано 46% удобрения. Это может быть они в мешках, где угодно. Карбамид, это мочевина. Вот у меня здесь указана часть окошка, где это находится все, в верхней части. Вот она 46,3%. Но так как у нас здесь 46, значит мы выставляем 46. Хотя в основном все время совпадает. Это ГОСТовская процентность, которую предприятие выпускает именно 46%. Некоторые могут выпускать 45%, 50%. Так что нужно, желательно конечно смотреть. Так, дальше. Требования соотношения. Вот у нас есть небольшой выделенный участок желтым и зеленым. Это я сделал специально для перцеводов. Если у Вас растения растут в горшках, вот есть формула первой подкормки, второй подкормки и третьей подкормки. И также вот рядом в открытом грунте. Тоже первая, вторая и третья подкормка. И здесь указаны соотношения каждого удобрения. Значит так. Первое. Азот 6. Это фосфор 24 и калий 12. Что нам нужно будет сделать? Нам здесь нужно будет ввести первое. Азот 6. Дальше. Фосфор 24 и калий 12. Это первая подкормка. Требуем удобрения на 10 литров воды в граммах. 4,39 грамма. На 10 литров воды нам понадобится азотного удобрения, мочевины. Точно так же 17,54 это двойной суперфосфат. И 8,07 это сульфат калия. Количество в столовой ложке грамм данного удобрения, к примеру, азотного удобрения, мочевины, 10 грамм в столовой ложке. Если у Вас нету примера весов, Вы не знаете как это взвесить. Двойной суперфосфат это будет 15 грамм в столовой ложке. И сульфат окалия соответственно 20 грамм. Требуемое удобрение на 10 литров воды в столовых ложках. К примеру, нам нужно будет всыпать мочевины 0,44. Грубо говоря, пол столовой ложки на 10 литров воды. Значит двойной суперфосфат нам 1 ложка, ну там можно сказать ложку с небольшой горкой. И сульфат калия 0,40. Ну это опять же чуть-чуть меньше чем пол ложки. Это удобрение рассчитано, эта формула, для внесения в течение 15 дней. Вот наши растения адаптировались, когда мы их высадили. Первый подкорм мы вносим через 15 дней после того, как мы высадили. Вторая подкормка у нас будет, вот она, вторая подкормка. Это будет через 15 дней после первой. И третья подкормка еще через 15 дней. Давайте рассмотрим, какие же бывают минеральные удобрения. Вот внизу здесь есть у нас описание удобрений, азотные удобрения. К азотным относятся мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония, кальциевая селитра, фосфорный. Это суперфосфат порошковый, гранулированный, двойной гранулированный. Фосфорная мука, калийная соль, сульфат калия, ну и соответственно комплексные удобрения. Вот смотрите, к примеру, вы хотите сделать какую-то формулу удобрений. Вы пошли в магазин, купили мочевину, двойной суперфосфат, а сульфата калия нет. А есть калийная соль. Кто для этого нужно? Мы просто сюда вносим название калийная соль. Можете вписать. Вместо двойного суперфосфата можете вписать одинарный суперфосфат. Формула, соответственно, поменяется. В нижней части есть еще один раздел. Это примерная доза раствора в литрах под куст. Написано здесь 2,99. Это с учетом того, что вы будете поливать растения в открытом грунте. Не обязательно почти 3 литра. Вы можете вливать пол-литра. Можете вливать 200 миллилитров. А тем более для горшочных культур это как бы неприемлемо. Здесь вы можете вливать любое количество. Начиная от 100 миллилитров и так далее. Давайте рассмотрим горшочные перцы. Чтобы не поливать их сразу большой концентрацией. Чтобы они не начали жировать. Мы это удобрение распределим на 2 недели. Вот, к примеру, мы поливаем 2 раза в неделю. Это получится за 15 дней. Мы поливаем 4 раза. Для этого нам нужно будет взять калькулятор. Так, калькулятор. И эту формулу разделить на 4. Так как мы будем поливать за 2 недели 4 раза. Делим 6 разделить на 4. Получаем 1 и 5. Значит, здесь мы вносим с вами 1 и 5. 2. 2. 24. Так, берем. 24 разделить на 4. Равно 6. Так, калькулятор надо сворачивать, потому что программа ругается. Так, 6. И последнее 12. Так, 12 на 4. Равно 3. А, так, здесь у нас 3. Вот формула, которую мы будем добавлять с каждым поливом. Мы разводим этот раствор и будем поливать 4 раза за полмесяца, за 2 недели. С каждым поливом мы будем вносить вот эту концентрацию удобрения. Соответственно, наши растения с вами не будут жировать. Мы их не перекормим. Конечно, для культур, которые находятся в грунте, тоже желательно вносить удобрения с каждым поливом. Но это все зависит от вас. Если вы живете и у вас рядом находится огород, где вы можете постоянно поливать, я приезжаю раз в неделю, как бы для меня это неприемлемо. Мне проще внести один раз в подкормки и не ездить. Там чуть ли не каждый день я кормлю свои растения только настойкой гумуса. Вот кому-то подойдет и минеральные удобрения. В заключение я хочу сказать, если кому-то понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылочку на эту программу я оставлю под видео и встретимся в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok